Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю вам сказку «Красота души». Скучно было цветку стоять целый день на одной ножке посреди клумбы возле дома. Но в один из дней на него села совсем незнакомая бабочка. Она, наверное, прилетела из далекой страны, потому что таких красивых крыльев цветок еще никогда не видел. Бабочка тоже залюбовалась великолепием цветка. И пока она отдыхала, цветок стал жаловаться бабочке, как часто ему бывает скучно и одиноко. И тогда бабочка жалилась над одиноким цветком. Она решила не лететь дальше, а поселиться поблизости, чтобы прилетать каждый день к цветку и рассказывать ему интересные истории о тех местах, где она бывала. Теперь бабочка каждое утро и каждый вечер прилетала к цветку с новостями. А он, раскрыв лепестки, радостно встречал свою подругу. Но однажды, когда бабочки не было рядом, к цветку подошел мальчик и захотел его сорвать. Цветок задрожал от страха и попросил не срывать его, а вместо себя предложил мальчику поймать свою красивую подругу. Мальчик согласился, сходил домой за сачком. Вернувшись, он спрятался и стал дожидаться бабочки. Вскоре она появилась в небе. Бабочка куда-то торопилась и летела мимо. Но цветок широко раскрыл свои лепестки и воскликнул. Бабочка, лети скорее ко мне, я тебя давно жду, мне надо тебе что-то сказать. Бабочка радостно подлетела к цветку и оказалась в сачке. Она хотела вырваться, но у нее ничего не получалось. Она билась крыльями, искала щелки, но было бесполезно. Внезапно ей удалось вырваться из плена. Она взлетела и сверху увидела, что от удара сачка цветок сломался и лежал посреди травы. Мальчик ушел. А бабочка еще долго сидела рядом со своим поломанным и молчащим другом и горько плача говорила. Это я виновата, это из-за меня тебя сломали. Прости меня, цветочек. Мораль сей басни такова. Какова? Как вы думаете? Как вы думаете? Не слушать этих бабочек, из-за нее все цветы ломают. Вот это да. Знаете, мораль такова. Не делай добра, не получишь зла. Но это не христианская мораль, это неправильная мораль. Да.